ага друзья в тепле немножко аккумуляторы подзарядились и мы возвращаемся к нашим темам не то что вы подумали значит снова стою возле этого деревца раз два три 4 5 это чисто стопроцентно полноценных веток вот который называется академик пианиста интересно почему я вернулся я не все рассказал у пианиста 5 мощных двадцатилетних абрикосов среди них а мой академик б сейчас скажу сейчас скажу сейчас скажу а б мой королевский в бай но не мой филипп его и филипп его поздний я его учитывая что мне все можно и вот так и назвал поздний филипп его на месяц позже почти на пару недель позже зацветает не попадает под заморозки является самым урожайным именно у него у пианиста в черемушках вот и хорош тем что на месяц позже падают плоды когда ни у кого абрикосов нет так теперь все это вы уже знаете а почему я возле этого абрикоса академик и там написано п п значит пианиста пенис это назовем это прозвищем фамилию не светим он этого не желает ему 85 лет но бодрый старик на современке лазит за черешней представляете я каждый раз говорю ради бога умоляю владимирич пожалейте себя не лазьте упадут сами а птицы в этом году так озверели что сожрали не только у меня черешни то есть у него когда я приехал на дереве не было ни одной черешни все съели птицы и он только руками развел ну ладно вообще поняли вот эти ветки будут срезаны а почему а по одной простой причине они самые близкие к вот помните первой серии я показывал вот это чуть ли не маточное дерево да это потомок моего королевского который уже спилен ему исполнилось 35 когда его спилили вот он был такой полуживой полумертвый люди показывали пальцем говорили это у железово сергей говорит давай спилим но и стыд должен позориться я сейчас жалею а вот это его прямые потомок королевский а у него тоже оказались прямые потомки то есть им 20 лет и а там нет маньчжурцев нет никаких плебеев поэтому у него они еще крупнее моих оказались смешанный сад это некоторая нет не деградация это варианты приспособления будет трудно выживут те которые попроще так всегда упрощение имеется ввиду качество плодов вот принимать при принятии кустовидной формы это все для меня означает приспособление а не дичание я привожу новый термин науку чтобы людям не дурили про это самое про дичание подходим еще к одному интересно что ему два года ему и он был посажен однолеткой здесь фильм есть фотографии вот здесь правда почти не видно сейчас этого это очень важно холма но холм был одна тележка была взята когда вот этот вот яма я называю не выгребной а загри это наоборот не выгребной а загребной то есть она потом она полностью будет западной вот отсюда взяли тележку земли я специально засекал несколько секунд потом в центре была выкопана ямка вставлен этот саженец ногами подвернуто у это притоптано и полито все больше ничего с ним не делали и ни разу не полили прошел год вот это просто вот отсюда смотрите когда я садил я сделал вот эту обрезку вот то что вы видите вот почему немножко распушился сделать скрона все теперь ему исполнилось весной следующего года будет только два смотрите приросты а потом они будут еще больше приросты вот они и вот нужно ли вы нужны ли нам эти ветки вот вот они веточки видите кстати вполне полноценная давайте прочтем видео я помню что что-то шикарное а что именно я уже забыл так абрикос опять академик опять по папы так ну все еще пополнится запас а нужно ли резать если срежу хотя бы одну ветку вот эту в принципе сильно не пострадает вот ничего же не случилось с ним прошлую зиму видите и тогда а погодите какая зима сейчас соображу однолеткой посажен и 1 лето рос ну да ему два года но здесь он всего один год замерзывать не мог еще зиму не пережил вот его первая зима так ладно посмотрели пойдем 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 так все подряд пусть даже несколько серий это еще раз этот сад был посажен ною вот эти деревья взрослые да это своей помощью садил сосед несколько макдами раньше до 2015 с этого момента вот это посадки 2015 даже кручая вот эти вот мощная сеянцы вот эти с их итальянский гор вот они все 2015 год или позже вот ну а так как пора подводить некоторые итоги вот деньги патогенная зона здесь дерево погибло не росло не росло ладно а второе ну сказать чтобы она хорошая нет вы поверите ему уже раз-два-два-три года еще раз до 1 2 до 3 года теперь смотрим что стык а дошли цены слива старта оу слива стартовая пределами какая у нее это какие у нее почки запоминать что пас не дурили вот принципе слива стартовая для продажи меня обеспечил у меня там всего одно дерево 1 1 на нем допустим не два дерева а на нем веток накажем по 20 это сергеев на развитие питомника так вот это вот лишнее не помешает я сказал себе деревьев мало вот счета выросил 3 вот может быть я отсюда срежу прилип какой-нибудь именитый гость вот отсюда и вот сюда по веточке срежу посмотри плоды у у в зале китей или плоды а фотография у меня есть и потом под ними написано слива стартовая плоды до 50 70 грамм вот но самый крупный могут 8 грамм так что это один из шедевров но перед вами обратите внимание это самая настоящая саде уже едят вовсю вот она потеряла киски киски кислинку роскошная розоватая антоновка одна из разновидностей почему розоватая а спасибо по двое у нее по двое служит и бордовая сибирка бордового цвета вот ни одна веточки не срезал боюсь знать почему привил соседу выросла водил кроме прочего и на к ней водил по это самое и до скобилова это как бы мой живой свидетель что я не болтун и не на украине это все снимал а в сибири так вот привести телевидение все угощал всех вот и и сколько рассказывал раз десять приезжает их родственник прекрасный тракторист бульдозерист экскаваточек вот сказал что ничего не понимаю с удовольствием на моих глазах мои же деревья мной привиты и мной выращены соседу искалечил том числе антоновку успел перенести сюда вы видели в эти фотографии видели прежний фильм осенью снятый какая великолепно дерево и вот теперь вы видите раз а у меня же профессиональный взгляд вот бы на прививку раз два три 4 5 6 7 8 8 великолепных веток это порядка где-то 16 20 прививок только супер помните как я объяснял если вот тут вот вот это прирост последнего года вот это то отсчет его тут ведь есть пара спящих почек оставляем вот столичка на развитие вот здесь можно отрезать получается метр и тут будет прививка сейчас улучшенной капулировкой примерно столько вторая все можно еще в одну но уже конечно качество того не будет а это все выбрасывается вот это еще раз плохо показываю одна вторая чтобы две почки средства у 2 3 почки 3 вот это и все и получается что здесь два десятка прекрасных делера можно вырастить а я не срезал ни одной как меня долбили ребята как меня долбили потому что она розовая это на море это вегетативный гибрид я очень надеюсь что когда веточки если срезать но может быть весной парочку себе может быть и вот тогда сохранится ли на ней розовый налет я не знаю ну вот перед вами так называемый черный абрикос вот он так выглядит он сильно поменялся он уже не похож на черный абрикос даже почки вот какие будут плоды еще не знаю пусть давайте прочтем а вдруг меня куда-нибудь унесло нет черный абрикос так все правильно насчет ветки мощные и почему я до сих пор не срезал ни одной сказать я боюсь продавать вот вот что то есть что не боюсь а это бои страшно боюсь и а вдруг он будет не черный он и так уже бурый темно-бордовый почему влияние подвое несколько поколений зато в Сибири прижился прекрасные деревья вот что еще интересного ну здесь понятно здесь на подвое роскошный академик а в академике я привил третий один из моих секретов всему свету говорить не говорить вот прививка вот срезаны раз-два нет раз-два треветки и парочка оставлены не знаю для чего вот это шелакс украины один из самых крупных в мире абрикос посмотрим эх можно зря рассказываю и хочется похвастаться вот помните я как-то раз уже говорил была такая шутка у клуба веселых находчивых города одессы ну те самые белыми шарфиками помните и вот они пошутили так им был задан вопрос что сделает художник чью на его взгляд гениальную квартиру откажется выставлять третийковской галереи ответ был такой в этой третийковской галереи сам тогда повеситься вместо картины и вот мне тоже иногда хочется говорить ребята в сибири все можно все можно все вот я буквально когда же это было вот кстати вот когда видите такие деревья я с них вьюн не снял вам покажется что они эти деревья плохо выглядят в смысле что полубольные нет ребят они все покрыты вьюнами руки не доходят вот смотрите сколько вьюна так что у меня заранее то не это не чихикайте а то у меня без вас много недоброжелателей и столько редких ценных вещей потом это видите бирка я понятия не имею что это такой есть пока нет это я боюсь боюсь вот эти роскошные ветки отрезать видите посмотрите уже вообще идет продажа черенков ни одного не срезал видели вот ни одного смотрите сюда ни одного не срезал смотрите я позавчера срезал с одного-две и не подписал думал запомню сейчас я так мучаюсь какой-то редчайший сорт абрикосов вот а пока вчера я смотрел кино то есть мне прислали ссылку и там человек у него 150 граммовые сливы красномяса я посмотрел немного позавидовал порадовался что мой земляк с украины имеет такую роскошь что мне уже не то что возраст не просто туда никто ничего не пришли понимаете никто ничего не пришлось вот такая роскошь и у меня уже возможности на украину ехать нет все я уже не выездной а вот это гепатогенная зона вот здесь вот растут абрикосы посаженные 2015 году вот это непривитый манджурец посмотрите на него вот так почему не привитый прививка погибла вот а вот это поздний уже железово то есть я так получилось что я у филипп его его не доставал но он у меня до самой осени висели плоды то есть вольно или вольно выелся еще один может быть и тот самый который позднее это серафима который я обнаружил свое же дерево сизой то есть я знал о нем всегда ну что она преобразится и вот все время в одно и то же вот эта тема из тем ребята это сейчас я бы много мог рассказать технологию ну я не могу мой любимый конек что будет а будет вот что там в детских местах это там где я рассказывал про академика королевские пианиста я рассказывал сизой где королевский явно опылился рафин и тот стал два раза крупнее то есть мы такие вот половые связи с помощью пчел я еще называю ветром надуло кушутя а здесь вот и не манджурцы и практически есть невозможно они кисло сладкие они мелкие дай бог если до 20 грамм некоторые дотягивать и так получилось что смотрите абрикосы 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 и вот они и я еще думаю господи но полить они опылят а этим уже этот самый был не 100 грамм а 60 грамм одни что с нескольких поколений или несколько лет и вдруг у них сродняться представляете этому это в 20 грамм так рядом фаина было 80 грамм сейчас гадаю какая будет преследующая пыление а мне говорят это важнейший момент друзья внимание понятие телегония прямые половые связи без зачатия волне влияют на генетику не влияет на она на плод не важно человеческие там животные или это самый растительный не влияет не влияет телегония лженаука или там уже направление а у меня влияет а почему они укрупняются завтра я покажу вам вот это знаете что будет вы что будет завтра вебинар я покажу плоды десяток сортов которые средний вес превысил 100 грамм не было их никогда не у меня не в окрестностях вот они вегетативные гибриды я все гадаю у меня не хватает уже эти самые как сказать окончательный вывод или укрупняется за счет метров на дуку то есть за счет телегонии так елена санна поэтому всю жизнь оставшиеся будете думать ломать голову участвовать в семинарах показывать плоды уже весом 150 грамм и к этому идет или это память предков а память предков благодаря прививкам так благодаря прививкам вот смотрите то за погружение академик уже плодоносил на плоды уже были помельче вот до 100 не дотягивали даже до 80 не дотягивали а память предков проявляется если она заложена в генной памяти днк чего не может быть никогда на этом шею сломались сотни садоводов все время а сейчас благодать всем все понятно и детективная гризация уже наука вода здравствует современная наука на самом деле наука есть еще мендели вспоминает боже мой какая она современная мы давно мендели отменили вот и внимание потом хорошо вспомнил завтра на вебинаре я железа валерий константинович какой-то металлург отменяю все полностью теорию дарвина о происхождении видов полностью сто процентов я отменяю вебинар можете не успеть увидеть пока фильм смонтирует но найти его в гостевой книге вот посмотреть это как там нажал кнопочку вот все вебинары перед вами том числе его увидите пусть записи я отменяю полностью а то что случится завтра по московскому времени 16 часов и сколько там минут но может быть 17 часов это так не означает это в середине расскажу это мировая сенсация это доказательство единственное которое наконец-то мы опять вернемся к богу я не говорю будем лоб прошибать церкви но надо прекращать это подлая атеистическая наука она и не наука атеистическая наука это бред поняли и вы все это узнаете услышите вы будете первые на этой планете а потом лет через сто раньше у нас не сдвинется с места но вот помните кука к реку царство лежа на боку сейчас такая наука через сто лет когда-то скажет железом не дожил до новойской премии а всего лишь это несколько цифр которые делают полностью сто процентов полностью отменяют происхождение видов нашего дорогого человека который принес страшный вред отменив для давным родственники обезьян отменив бога а это бесконечные воины вот это уничтожение женщин детей стариков 21 веке когда кассетные бомбы сыпется на донецк а пилот возвращаясь домой к маме к своим детям вот и совершенно спокойно разве что напьется если чуть-чуть сове шевельнется вот бога нет отвечать то не придется спасибо дорогой чарльз спасибо вот показываю какие клювики у зябликов ага у одного длиннее значит он доберется ему труднее добраться до этого до козявки а в другого короче козявки на виду на основании этого вот дошел 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 вот где хвосты отпали разговарившие друзья а повернулся сюда и так в детективной гибридизации ольга исакова наталья медведева я вас буду вспоминать на все остальное всю жизнь вам повезет если она будет короткая вот процитировали тридцатые пятьдесятые годы было проведено и следом доказано витативной гибридизации это уже наука я думал вы сами до этого дошли а потом взял вот это несколько слов раз и повторил в этом яндексе и выскакивает цитата давностью столетний это вся ваша наука она вот она смотрите вот это видите бирочка вон она сбоку видели значит вот это дерево вот это вот вот она это и есть академик вы хотя что то я не стал резать на это на на продажу черенков вот она вот это вот развилка вот это тоже она видите вот вот это да а что же это за чудо вот видите снизу выросла у нее штамп светлее это маньчжури стопроцентный он всегда светлее чем видите еще раз темный справа бирка на нем что там академик написал и вот светлый и и теперь даже если академик вот он погибнет или успелить полностью если было бы 100 деревьев чтобы именно в институте чтобы до конца разобраться есть или нет в конце концов а то 30 и 50 и проведена а сами то что на сайте березы вместо этих я думал сад увижу распорят на такие серьезные темы березу увидел так вот а вторая шесть сорта улепина вывела я с детства помню что улепин это трава и что там тоже витагина гибридизации занималась а это привал одну траву на другую и вот получается что вот это светлое видите вот она она уже даже обогнала ну еще бы позже вылезла но это все-таки родная это от корней пошла вот он манжурский абрикос он уже первый раз заплодоносит смотрите видите сколько цветов он заплодоносит первый раз это тоже заплодоносит вот смотри сколько плодовых веточек и вон они цветы вот так можно увидеть везде где угодно вас возить и так заплодоносит и те и эти суммируется или нет допустим 8 грамм плюс 20 грамм 100 пополам 50 может быть этот 10 грамм станет крупнее а этот на 10 грамм меньше и другие варианты но для полной картины нужно 100 таких деревьев а и наука займитесь в конце концов ведь да вот эти у меня уже до 40 грамм доходят на отдельных деревьев я вам показывал до 40 а у родителя патриарха 15 не знаю сейчас посуду когда мне отключится долго говорю 25 минут осталось 4 минуты пойдем обратно ну еще в это гостей же надо возвращаться но еще что покажу ну допустим так допустим а вот она вот она вот ну вот она так вот это нет со стороны солнца зайдем так видите это вот она дает дарку видно что это культурная груша вон там бирка сейчас смотреть не буду мощные ветки ох какие мышцы это скелетная прививка а а это родная смотрите этого вот вся в колючках не подойдешь это специально чтобы лоси не жрали и прочие козы вот так деревья себя защищает это в лесу а это что защищать она уже культурная вот теперь а посмотрим вот эти изменится или нет единственное дерево которое изменилось у меня росло у соседей а я им потом привил штук 15 и вернее посадил привитых штук 15 груш все сладкие все заплодносили они сказали себе а та-то которая это вот такая вот я называл окультуренная уссурийская груша уже полу культурная корни его приезжает фотографии а накануне нет курдимов застал и все-таки она была достаточно вкусно вот так поделился и вот здесь еще один но у меня такие опыты единичные всего несколько тут несколько фотографий люди прислали вот когда вот допустим культурная привита да вот так это культурно и вдруг на ней колючки на одной ветке от допустим на другой нет вот а мне говорят вегетативной организации не существует ну вот еще выговорился так вот вот здесь что это за тряпка случайно обнаружил а у меня персиковая мичурина вот а я ее взял отрезал так а а грыза куда девать здесь на торце страшная рана вот тут вот страшная рана и весь весь он вот такой вот я думал нет эту зиму спасу она очень многие деревья такие примеры приводил фотографии таких сотни показывал они умирают от этого вот не все дерево а ветка которая отрезали ниже среза вот тем более я никогда не режу на кольцо оставляя пенек обязательно нет часто довольно начинает засыхать показать напоследок если сходу найду вот у меня прививка пошла а что за прививка пошла а венгерка на абрикосе это отдельная интересная тема поздно спохватился меня обошел гражданин чернобаев мой друг и художник у него они пошли у него пошло наоборот у него пошла сейчас пошла последняя минута у него пошли на абрикосе венгерки и тогда я взял и решил повторить опыт вот один из них вот очень неудачно и страшно почему разве это прививка так пойдем дальше вообще уже в общем будем заканчивать еще раз посмотрели на эти самые уссурийских сети сказал этих монах сихаталинских уже там они были старожилами с гор и и как они повлияют на мои роскошные абрикосы роскошнейшие посмотрим ну что друзья хотя моргает этот лампочка что закончилась или почти закончилась как она называется эта зарядка мы успели снять второй фильм будет серия номер два но если в остальные дни тут зарядного устройства нет в остальные дни возможно если еще морозы сильно не ударит мы все продолжим и ты вот таких я могу снять несколько десятков фильмов вот таком примерно таком примерно виде до свидания